Вчера вечером на Уралмаше в переулке Суворовском в старинном ветхом двухэтажном бараке за номером 16А в квартире 12 на втором этаже совершенно неожиданно рухнул потолок в комнате. В момент обрушения в жилище находились четверо. Супруги Агеевы, Владимир и Наталья, и два их внука, 9 и 2 лет от роду. Наталья Агеева волею небес во время крушения потолка находилась в туалете и под удар судьбы не попала. А вот мужиков накрыло. Мы сидели, смотрели телевизор, дети играли. Раз резко, треско и все упало. Младшего отбросило, ударило сильно. Старшего, внука, ногу придавило. Соседи помогли его вытащить, потом меня помогли вытащить. Просто резко взял и обвалился. Все. Муж сидел на диване, его пришивали и детей пришивали. Я просто единственное, что из туалета выскочила и подбежала по соседям, просить о помощи. Старшего придавило или вытащили, пачка этих шифера упала на него на ногу. А младшему, кто по голове досталось, не знаю, сейчас в 9-й границей. У меня дочь уехала с ними, мать уехала. Совершенно очевидно, что в обрушении потолка виноваты ремонтники, которые в рамках планового капремонта меняли крышу и складывали шифер на чердаке. Под тяжестью деревянные перекрытия не выдержали и вместе с пачкой шифера прилетели в комнату на двух малышей и дедушку. Это просто какое-то невероятное везение, что никто не погиб. Ну, чтоб не сказать, чудо. Не исключено, что такой безжертвенный исход случился, потому что вчера начался двунадесятый православный праздник Сретения Господня, который продолжится до ближайшего прощенного воскресения. Ну, а в такие могучие праздники, сами понимаете, чудеса не исключаются. Вот вспоминается похожая потолочная история, ну, точнее, трагедия. На заводе Калинина рабочие тоже перегрузили кровельным материалом крышу цеха, и она в рабочее время обвалилась. Так тогда четверо заводчан погибли. Понятно, что масштаб не тот, но причина обрушения аналогичная. Нарушение технологии ремонтных работ. Вот тогда чудо не случилось. А вчера в Суворовском случилось. Могли пацаны погибнуть под тяжеленной пачкой шифера? Да легко. Но не погибли. Как есть чудо. Воля Бога. А вот то, что потолок рухнул, в этом, к сожалению, чудо никакого нет. Это было вполне прогнозируемо. Кто-то забитит, так вроде сам в начале репортажа сказал, что рухнул потолок совершенно неожиданно. Не, ну для большей-то части населения с земли, конечно, неожиданно. Но только не для жителей второго этажа, второго подъезда, барака в переулке Суворовском, 16А. Уже месяц крышу меняют. Я их предупреждала неоднократно, что у меня по потолку пошли трещины. А сегодня я сказала, что у меня потолок трещит. А им все равно. Они взяли, собрались, ушли домой. То есть он прямо вот трещал, да? Трещал? Конечно, трещал. А как нет? И в 11-й квартире трещал. Саша поднялся, посмотрел, а там несколько пачек старого шифера лежат на потолке. И он заставил их убрать, и они убрали, видимо, к нам. Вот и обрушился. А там тоже у них трещины. В 11-й. В 14-м доме такая же ерунда, то, что они ремонтировали. В 10-й квартире тоже потолок рухнет скоро. При ихнем ремонте. Они тут набрали все дома несколько домов. Обрушение было в туалете у нас в 8-й квартире. Трубы меняли. Похабно работают. Они бегают на потолку, они не ходят, а бегают. И настилов никаких нет. Никаких. Начальнику говорила, Хрущеву сгонила, там настилы лежат. Я говорю, нет настилов, прийти и посмотрите. У меня зафтографировано все. Никаких эмоций, никаких. Ничего мер не принимают. Очень неважная ситуация с ремонтом. Говорили им, чтобы они не бегали, чтобы убирали всего. Они не слушали. Сколько обращались к ним. И к прорабам, которые ответственны за это. И которые ответственны городские власти обращались. Никакой реакции. У вас тоже провисло все. Вот. Видно даже. Работали молодые и не очень привлекательного вида мужчины. Так это вообще тут... Прыгали постоянно. Так я сам поднимался. Я говорю, вы что скачете? Говорю, коровник что ли перекрываете? Люди живут. У меня, они прыгают, такое впечатление, что сейчас провалятся ко мне. Сколько времени этот ремонт проходит уже у вас? Три недели. Ну вот после их, после новогодних праздников. Крышу начали где-то в три недели разбирать. Одна бригада пришла, вторая бригада, третья. Они менялись постоянно. После праздников новогодних. У них никак не продвигалась. На данный момент вроде пришли нормальные, адекватные люди. Крышу начали перекрывать, все делать. Но не удалось. На Стахановской 2 примерно в таком же состоянии дом находится. Но мы поступили-то по-другому. Мы помогли людям организовать, провести ряд мероприятий, чтобы признали дом аварийным. Его действительно признали. Его действительно не поставили на капион. Его действительно сейчас расселяют. А коротко можно сказать, этот дом можно было признать аварийным? Да, то же самое. Надо было просто всего-навсего. Единственный документ сделать – экспертизу. Когда в том году, еще в начале года, мы пытались людям рассказать, отголосовать, я объяснял, что мы готовы помочь, пофинансировать, сделать экспертизу. После этого администрация его признает аварийным, и он бы поддержал расселению. А так как никто и не захотел это делать, экспертизу, соответственно, что произошло? По году он пошел в капремонт, соответственно, его поставили. И вот для чего мы привели к этому. Потолочное крушение с чудесным спасением двух мальчишек естественным образом породило кипиш и реакцию властей. На место ЧП прибыли глава Орджоникинского района Вячеслав Трапезников, представители МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы. В общем, все от 0.1 до 0.4. Глава района по-быстрому, прям в поле, организовал комиссию по ЧС, обрисовал протокол поведения, успокоил население. Он вообще много чего говорил дельного. Но больше всего запомнилась вот эта фраза от главы района. Граждане дорогие, я знаю, что ваш дом не в идеальном состоянии. Вот интересно, Вячеслав Трапезников имел в виду неидеальность состояния этого ветхого барака до падения потолка или после? По протоколу поведения в подобных ЧС члены комиссии осмотрели аварийный подъезд, пришли к выводу, что повторное потолокрушение не исключено и решили жителей второго подъезда на ночь выселить из дома. Мы пришли к мнению, что первый подъезд в своих квартирах может ночевать и дальше жить в этом доме. Это не значит, что мы ваш дом бросим. Завтра город Екатеринбург, глава администрации города Екатеринбурга, Александр Мундович Яков, будет принимать решение о возможности использования резервного фонда, о сроках проведения строительно-технической экспертизы совместно с вашей управляющей компанией и о сроках сил и средств приведения дома в нормальное безопасное состояние. Поэтому я прошу, естественно, не прыгать и по 10 человек в комнате не танцевать. В остальном в доме находиться можно. Договорились? В первом подъезде. Спасибо. А во второй вообще потом? Во второй всего... По второму подъезду все слышали, мы решение приняли. Второй подъезд сегодня дома не ночую. А завтра-то можно? Значит, завтра будет... Завтра, ну... Я из опыта вам говорю, что может быть два варианта из опыта. Услышьте меня правильно. Один вариант. Завтра выйдет уже лицензированная, серьезная инженерная организация. Она уже нам ответственно, письменно проведет именно не просто обследование, как сейчас, а экспертизу. И эксперты нам скажут, в каких квартирах можно находиться, в каких нельзя находиться до проведения там, значит, каких-то капитальных работ. Или во всех квартирах они скажут, второго подъезда нельзя находиться. Районные власти предложили всем переселенцам на ночь пункт временного пребывания в ближайшей 117-й школе с горячим питанием и крышей над головой. Но все шесть семей из второго подъезда от такой бонусной услуги вежливо отказались. Надо полагать, у каждого семейства нашлись радушные гостеприимные родственники или друзья. В 11.00 граждане второго подъезда, седьмой по двенадцатую квартиру, вот размещение, в пункте временного размещения отказались. После осмотра и оценки опасности второго подъезда комиссия ПЧС разрешила аборигенам подвое, не прыгая, зайти в квартиры, забрать деньги, документы и необходимые на первое время вещи. Ну и с вещами проследовать на выход. Пока шел этот процесс, вход в подъезд караулили полицейские. Завершилось внеплановое вечернее мероприятие в районе полуночи тем, что пришли сварщики и дверь во второй подъезд заварили, чтобы, значится, избежать ночного мародерства. Но при этом в подъезд можно было проникнуть через крышу, шифер с которой содрали, и через дыру в потолке 12-й квартиры.